Привет, ребята! Группа «Тотем» на ОМЕРСЕЙ РАДИО, встретимся на вашей репетационной базе. Может, об этом месте пару слов скажете, где мы находимся? Место древнее, наша база Вачакова. Началось это все где-то с начала нулевых годов, наверное, 2001-2002 год мы сюда заехали. Много кого эта база повидала, было много команд. В принципе, и сейчас хорошие команды здесь репетируют, в том числе мы, поэтому такое культовое место в альтернативных кругах. Ну да, ну и соответственно, вы вот в воскресенье с утра к подготовке концерта, да? Да, готовимся к нашему концерту и коротаем как-то время, смотрим, потому что все работают. И вот сегодня с 9 утра в бой, выходные у нас такие. У нас даже новый термин, бурятский металл просто сегодня был. У нас все приехали, спать ужасно хочется, выходной день, ну ничего. Да, может быть, для начала какую-то немножко общую информацию о группе расскажете для людей, которые, может, впервые вас увидят там или услышат вас на радио. Да, расскажем, значит, сейчас... Ну вы же такие алдари, вы давно играете. Миха, пионеры. В принципе, да. Что касается конкретно металлкора, начали мы его играть с конца 2004 года, то есть кардинально сменив, скажем так, стиль того тотема, который был. Так получилось, что это было связано с моим приходом в группу одновременно. Я помню, когда-то давно-давно я слышал трек, который назывался «Грузовики», «Тотемы грузовики». Это было, мне кажется, совсем давно. Да, это было совсем давно, эта песня у нас осталась в репертуаре, мы ее переделали немного под мясной такой вариант, то есть убойный. Скорее всего, мы будем исполнять эту песню тоже на наших презентациях в Москве и Санкт-Петербурге. Группа в настоящий момент представляет из себя следующий состав. Это Дэн, Макс, бас-гитарист, Никита, наш относительно новый вокалист после того, как мы заново собрались. Меня зовут Виталик, я думаю, меня многие знают, наверное, в барабанных кругах, по крайней мере. Вот, и наш новый гитарист Михаил, которому нужно было срочно уехать на работу, к сожалению, поэтому его сейчас с нами здесь нет. Вот в таком составе мы записали альбом. Перед этим Саша Бирюков, наш предыдущий гитарист, и наши уши, глаза и руки, наш звукорежиссер, который, в принципе, писал и первый альбом, и второй альбом, то есть он придумал ряд вещей, и начали писаться, и, к сожалению, так получилось, что ему пришлось уехать по работе в Германию. Поэтому мы нашли нового гитариста, Мишаню, который вписался в коллектив, классно, записали альбом вместе с ним уже, соответственно. Сразу его в пекло кинули. Да, в пекло. То есть так получилось, что он полгода писал, и у нас была все это время одна репетиция, когда мы, собственно, его прослушивали. Вот, поэтому где-то месяц назад мы начали активно репетировать, потому что сами давно не играли достаточно, поэтому приходится играть в выходные дни, и в 9 утра, и в будни. Ну, я надеюсь, что все будет нормально. И 28 апреля в Москве в клубе «Бруклин», и 27 мая в Санкт-Петербурге в клубе «МОД». Все пройдет отлично, всех ждем. Заранее, так я уже проанонсировал. Да, ну, я думаю, еще вернемся к теме концертов. А если про альбом говорить, может, скажите вообще, давно вы начали его придумывать? Мне кажется, где-то год назад какие-то у вас уже были бэкстеджены какие-то фоточки, мне казалось, что уже какая-то работа начиналась, нет? Ну, вообще, по поводу альбома, если так рассказать, несколько песен, они были придуманы где-то, получается, ну, полтора года назад. Да, как-то же примерно можно, да, где-то полтора. Вот, мы-то, я помню, записали в 2014-м сингл «Голоса», который мы его заново тоже перезаписали. Вот, но большинство песен, на самом деле, были придуманы буквально за полгода до начала записи. То есть, мы все это дело... В принципе, свежак. Да, да, то есть, альбом свежак. Ну, конечно, записывались, мы тоже очень интересно. Сводились все в таких быстрых темпов, чтобы, ну, успеть, во-первых, концертному сезону выпуститься до лета. Это тоже очень важно, чтобы потом просто не сидеть. Ну, я считаю, альбом получился очень достойным. Да, по крайней мере, в той стилистике, в которой мы сейчас играем. Надеюсь, то, что для нашего слушателя или для новых слушателей, которые нас вдруг полюбят, зайдет хорошо. Я на это очень рассчитываю, потому что вложено много всего было у него. Ну, да, процесс вот записи, я так понимаю, что в том числе и в этих стенах, да, что-то происходило? Да, да, фактически все инструменты, в том числе живые барабаны, мы даже писали здесь в соседней комнате, вот полностью все. В комнате группы Олимпий. Да, пользуясь случаем, да, передаем привет группе Олимпий, высказываем респект конкретно барабанщику Саше Литвинову за то, что они предоставили свою базу, ударную установку, дедовую коллекторс. И нам удалось за три дня, ну, по три часа, там четыре записи было, мы прописали все барики еще прошлым летом, вот. Ну, потом в связи с перетрубациями, с гитаристом и так далее, немножко затянулась запись гитар. Гитары писались в предбаннике здесь, значит, это называется Totem Records, например. Вот. Там стоит стол, стоит компьютер, звуковая карта, и ребята писали здесь гитары. Да, то есть, мы это делаем по одной простой причине. В принципе, люди, мы все работающие, экономить никто не собирается, да, но, учитывая прошлый опыт, мир, где можно все, когда мы сами тоже все писали, мы решили в этот раз поступить так же, то есть, сами записали барабаны, сами записали гитары здесь, и благодаря Антону, звукорежиссеру Empire Studios, нам удалось в относительно короткие сроки нарулить именно тот саунд, который мы вот хотели видеть. И как-то так получилось, что этот тандем с Антоном, он показал очень классный результат, и я могу сказать, что такое очень редко бывает и бывало, когда каждый из участников группы прослушивал альбом, ну, могу сказать, за себя его переслушивал, ну, раз 30-40 полностью минимум, и в нас просто самих впирает этот материал, вот так, это огромная редкость вообще. Я за собой такого не припомню, чтобы я такое количество раз просто переслушивал свой же материал. Отлично, а вот этот вот Антон звуковый, инженер, который вам помогал, вы с ним до этого как-то пересекались где-то? Абсолютно нет. Нет, не пересекались, просто знакомые посоветовали, что вот есть такая студия, мы выбирали тоже, где будем сводиться, наслышано, что есть и ребята в Питере неплохие, вот, и посоветовали вот Empire Studios как раз, списались с этим Антоном и начали работать. Просто понравились его работы, послушали, посмотрели, помониторили, посравнивали с другими, поняли, как бы, у него и прайс достаточно приятный, вот, и как-то вот списались и начали работать. Ну, там, мы закинули трек один сначала, да, который был у нас записан, посмотрели, что из этого вышло, у нас все устроило вполне, вот, и начали уже дальше писать материал и выпускаться, был очень достойный, я очень доволен. Окей, если еще вот про альбом говорить, у вас, ну, такая достаточно интересная обложка у него, соответственно, кто-то это рисовал, кто-то занялся, я даже, по-моему, прочитал, что это рисовалось как-то маслом, да, на холсте. Да, на самом деле тоже хотел сказать большое спасибо Валерии Букше, потому что он взял, нарисовал настоящую картину маслом полностью. Эта картина, она где-то есть или физически где-то висит? Да, 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 физически, возможно, она даже у нас на концерте будет, и мы скажем, все, как думаешь? Посмотрим, посмотрим. Да, 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 выставится, то есть все это вполне реально, не то, что там на компьютере кто-то сделал, если там логотип, да, мы туда повесим, а так все это сделано реально маслом. Да, потом отсканировано, соответственно, и логотипчик, вот, получилась обложка. А идеи вообще, которые вы пытались, кто придумал вот этот вот принт? Ну, что касается вот этого вот крестов и так далее темы, по-моему, я предложил впервые вот использовать что-то подобное, потом мы немного что-то как-то еще пообщались, и Валера внес свои коррективы немного, и получилось вот так, ну, то есть такие вот птицы, распятый лес, такая тема северная, вот, викинги, все дела, потому что это присутствует в текстах в том числе. Поэтому, как кто-то выразился, посмотрев на обложку, в принципе, уже можно понять, что там примерно на альбоме будет звучать. Ну, мы надеемся, что получилось все достаточно гармонично, что касается и самой обложки, и альбома самого, и как одна песня перетекает в другую. То есть, ну, тут вот некая гармония, по-моему, получилась все-таки, удалось. Да, я еще видел у вас на YouTube-канале, ну, какой-то тизерочек к альбому, да, вот с этой обложкой, с анимацией, красиво, какие-то принты летают, что-то такое. Вот, и, соответственно, какие-то видео планируются вот к альбому? Да, соответственно, по поводу тизера хотелось бы выразить респект за это Жене Хансен, за то, что она оперативно очень помогла нам его сделать. Такая приятненькая, прям красивая получилась. Вот, значит, что касается видео, да, конечно, безусловно, размышления на эту тему есть. Из-за того, что у нас было не очень много времени, скажем, перед выпуском альбома, что было бы логичнее, наверное, отснять клип и презентовать его в виде сингла и клипа немного ранее, но, к сожалению, этого не вышло, и сейчас все это в стадии, скажем так, обсуждения. Пока еще не принято точное решение. Клип обязательно будет. Будет ли он на новый сингл, на новую песню, либо мы используем один из наших любимых треков с этого альбома, пока еще не решено, но то, что он будет, это обязательно и, возможно, не один. Да, но этот альбом, он все-таки еще достаточно свежий был. Мы сегодня как раз на эту тему размышляли, и, скорее всего, естественно, мы на одну из песен из альбома 3 обязательно снимем клип. Хотелось просто, чтобы это была достойная работа, не хочется наспех что-то быстренько там сварганить, слепить и выбросить в сеть. Вот, мы, в принципе, так не привыкли работать, тем не менее, я думаю, что мы соберемся оперативно и как-то все-таки доделаем и сделаем клип, что он просто необходимый. Ну, кстати, еще по поводу альбома и, соответственно, ну, даже, наверное, и клипы частично. Я видел у вас голосование, что вы спрашивали у людей, какая из песен больше понравилась пластинка. Соответственно, что-то скажете об этом? За какую больше голосовать? Как вы думаете, почему ее? Я почему-то был уверен, что победит именно эта песня. Это «Люди севера». По сути, она прям сразу идет вторая после вступления на альбоме. Ну, потому что она, ну, по моему мнению, она наиболее сильная в плане энергетики, в плане текста, ну, и музыкальности. И восприятие. Да, и восприятие. Да, то есть она очень гармоничная сама по себе. Очень хорошо текст подходит с вокальной партией. Очень хорошо все это сходится вместе с музыкой. И, видимо, поэтому люди проголосовали именно из-за нее. Тем более на записи старались, чтобы все экстрим-вокалы, они были понятны слушателю. Да, то есть я вот… Кстати, вот народ это отмечает, да, что на редкость узнаваем. Да, я просто вот хочу, ну, всегда хотел записывать вокал так, чтобы, ну, когда ты слушаешь, тебе было понятно. Да, ты не делал, чтобы ты подумал, так, о чем там поют у нас? Так, что это было? Тексты где? Да, тексты, да, да. Ну, чтоб люди понимали хотя бы, что хотят. Потому что как, по сути, что такое, да, эта вот мелодия? Ты же хочешь что-то донести до людей, да? Ты не просто хочешь там поорать в микрофон или что-то еще. Мы же не брутал сломик дат играем, а брутал сломик дат какой-нибудь, да. Кто-то воспринимает вокал как просто инструмент. Ну, вот тоже голосование показывает, что, почему был задан вопрос, то есть насколько для вас важны тексты, да, насколько, ну, чтобы они были разборчивыми. Вот, дело в том, что, ну, как бы в России так испокон веков повелось, да, что у нас очень любят тексты, да, то есть использовать вокал как очередной просто музыкальный инструмент, скажем, да, ну, местами ритмический, там, местами мелодический, это прекрасно, конечно, но когда ты слышишь еще тексты сами и ты понимаешь смысл этой песни, то мне кажется, что вот, ну, сила воздействия, она увеличивается в разы сразу. Ну да, тем более, если есть возможность четко прописать. Да, да, да. У нас даже вот весь русский рок, по-моему, на этом и живет, да, то есть... Текстов больше, чем музыки, да? Да, текстов больше, чем музыки, в принципе, русский рок-то и любят, по большому счету. Ну вот, и еще я прочитал, что у вас, насколько я понял, вот этот вот альбом выходит на лейбле, да, «Союз»? Да, он, по сути, уже вышел, релиз состоялся 5 апреля, нам было очень приятно, конечно, что компания «Союз» после прослушивания того, что у нас было на тот момент, единогласно приняли решение о том, что мы будем сотрудничать. То есть вы им изначально в какой-то момент какие-то демки просто показали? В принципе, я просто по своей части, скажем так, у меня есть много знакомых и так далее, и так получилось, что был выход на лейбл, то есть была возможность показать, по крайней мере, то, что мы делаем из нового материала. Я этой возможностью воспользовался, и мы получили положительный ответ, и начали подготовку, собственно, к выпуску релиза, то есть это техническая часть. 5 апреля альбом был выложен на всех цифровых платформах, с которыми «Союз» работает, и постепенно окучиваются еще всякие разные там площадки. Ну, собственно, как-то так. Ну, круто. Я просто не совсем, может быть, понимаю сейчас механизм вообще работы лейблов. Понятное дело, что вы доступны там на iTunes, на Google Play, на каких-нибудь Bandcamp, наверное. А вот «Союз», как лейбл, он что предоставляет? Тоже дистрибьюция какую-то? Ну, во-первых, да, безусловно, это дистрибьюция. Во-первых, лейбл обладает, скажем так, своими какими-то страницами в соцсетях, то есть сайтом, каталогом определенным, во-вторых, у лейбла существует база данных определенных, которые используются в том числе и для выбора, ну, к примеру, саундтреков для какого-нибудь фильма. Предположим, продюсер либо режиссер просто делает запрос, ему нужно несколько там метальных композиций для чего-то, и ему говорят, у нас есть вот это, вот это из последнего, допустим, обратите внимание на вот этих ребят, да, такой вариант. Затем, это могут быть игры какие-то, либо рингтоны, к примеру. Ну, плюс как-то есть определенный авторитет уже, и лейбл знает, каким образом, на каких платформах лучше разместиться, скажем, для западного слушателя даже, да, каким образом правильно прорекламировать, проанонсировать этот альбом. Ну, то есть у них есть в этом опыт. По сути, конечно, можно было самим просто слить альбом в сеть, но хочется как-то действовать по определенным правилам, которые работают во всем мире, и мы придерживаемся этих правилов в данном случае как группа, то есть мы не сливаем альбом там кому-то, да, то есть альбом продается на площадках. Ребята, хотите поддержать группу, там, покупайте альбом и так далее, вот. Ну, вот как-то так. Надеюсь, что будут еще какие-то приятные неожиданности от лейбла того же, то, о чем мы не знаем, вот. Ну, по большому счету, на какие-то чудеса мы не рассчитываем, потому что мы знаем, что все зависит конкретно от нас. И мы не останавливаемся на этом альбоме, то есть у нас есть, естественно, планы работать дальше, и учитывая то, что у нас будет какое-то время тем же летом, да, у Дениса, например, есть новые мысли уже по новым вещам, поэтому нам, безусловно, нужно будет присесть за то, чтобы делать новый материал и идти дальше. Отлично. Я так понимаю, что, ну, помимо интернета, физические диски тоже напечатаны, да? Пока дисков нет, то есть мы пока в раздумьях еще, стоит ли их делать, потому что в нынешнее время, ну, неизвестно, кто вообще слушает музыку с компакт-дисков, тем не менее, ребята нам пишут и пишут и в группах, и, ну, просто задают вопросы, то есть мы хотим приобрести диск в коллекцию. Поэтому вполне возможно, что мы напечатаем там… Мы кассеты сделаем, сейчас кассеты модные становятся. Да, говорят, кассеты становятся модными. Ну, возможно, мы напечатаем некоторую партию, просто там партии такие немалые, и, как бы, мы вот думаем, стоит это делать или нет, пока точно не решили. Посмотрим. Ну, да, посмотрим, как пойдет. Да, ну, возможно, тоже какое-нибудь голосование в группе, чтобы понять, сколько людей готовы приобрести диск. Может быть, да, может быть, запустим такую голосовалочку. Вот, и если говорить о альбомах, вот альбом, который у вас выходил в 2007 году достаточно успешно, он в свое время какой-то у него поддерживался каким-то лейблом? Как это все было? Ну, альбом был выпущен на лейбле «Mazar Records». Это ребята, которые занимались тогда тяжеляком, и сейчас они занимаются им же. Вот, но в какой-то момент они решили начать каким-то образом поддерживать нашу сцену. Подписали тогда ряд команд. Тогда у них «Стардаун» вышел, по-моему, «Реанима» записала тогда, альбомчик выпустилась. Ну, и, собственно, «Периметр» они выпускали тоже, и «Тотем» выпустился там же на этом лейбле. На тот момент, когда продавались компакт-диски еще, на тот момент, на самом деле, у нас были достаточно хорошие продажи, потому что была дистрибуция нормальная, и у меня была непосредственная статистика по продажам от «Эммы» Симонян, это лидер магазина «Зигзаг», самого культового в Москве. Просто мой магазин «Блазбит» ударных находился тогда в помещении «Зигзага», и я прекрасно знал, как продается альбом. То есть я периодически сам даже подвозил с «Мазара» там какие-то диски по просьбе. Периодически уходил в зал «Зигзага» и торговал дисками сам. Да, да, да. Я не могу сказать, что лейбл дает, скажем так, что-то такое, чего мы сами не могли бы сделать, но, опять-таки, есть определенные какие-то правила, все-таки схемы, и хочется, чтобы эти схемы работали. Все-таки в России я не уверен, что они работают по полной программе. Мне кажется, пройдет еще какое-то время, и в последнее время индустрия шоу-бизнеса, даже вот в этом андеграунде, она развивается, причем хорошими темпами, появляется очень много промоутеров каких-то, ребята, которые еще вчера были админами там пабликов, которые в итоге набрали огромное количество подписчиков, и сейчас они понимают, что нужно идти дальше. И, ну, лично я в этом вижу очень позитивный такой вектор. Мне кажется, что эти самые ребята, которые вчера еще были пацанами и ничего не знали, сейчас уже рулят концертами вполне достойных команд и мировых звезд. И мне кажется, что именно эти самые ребята и выведут нашу сцену на какой-то уровень, и проработают какие-то правильные схемы, и букирование там и так далее. Все это будет работать. Почему нет? И вот если, может, пару слов рассказали о первом альбоме, может быть, как-то их немного сравним? Вот первый альбом и альбом 3, который вышел по материалу, если как-то анализировать. Дениска, сравни. Это как человек, который непосредственно участвовал. Ну, в принципе, тут тоже непонятно. То есть, как бы, в целом, если их сравнивать... Можно сказать, что, допустим, один альбом тяжелее, второй там полегче? Да нет, он тяжелее, просто в новом альбоме немножечко, может быть, мы привнесли какие-то более такие свежие уже фишки, своевременные какие-то. В том 2007-м тоже были своевременные какие-то... На тот момент. Да, на тот момент какие-то фишки. Сейчас, естественно, конечно, мы слушаем, немножко уже различается. Но в целом, то есть, почерк остался тот же наш, чего от нас, в принципе, слушатели хотели, да, там, очень любили, когда мы побольше пели, например, в то же время было жестко, вот. То есть, в новом альбоме мы это все соблюли. У нас вообще, по-моему, в каждой песне мы поем. Да, в каждой. Да, это, пожалуй, вообще главное отличие нового альбома 3 от альбома «Мир, где можно все», то, что у нас появился новый вокалист Никита. Да, есть возможность уже развить как-то вокальные партии поинтереснее. Да, и вот в каждом припеве существуют, на наш взгляд, достаточно хитовые припевы, как бы это главное отличие. Но есть еще одно отличие, которое имеет огромное значение, да, вот альбом «Мир, где можно все», который был выпущен в 2007-м году, по сути, был готов уже в 2005-м. То есть, к концу 2005-го года весь материал был готов. Потом наступил момент записи, да, это все продолжалось очень долго, потому что делали это все впервые. Материалу было уже на момент выпуска уже почти два года. И это было нашим таким вот бичом неким, да, то есть то, что этот на пару лет позже мы выпустили, хотя нужно было быстро писать. И EP тоже выпустили. Да, с EP случилось то же самое. Весь материал был готов уже в 2007-м году, а выпустили мы в каком? В 2009-м, по-моему. Просто тогда еще была гонка, была гонка. Когда начали все играть в Metalcore, там в 2006-м году, там это было буквально 2-3 команды из Москвы. А потом понеслась, понеслась, понарастаешь. Поэтому вот в 2007-2008-м это была гонка команд, кто быстрее что сделает. Кто быстрее выпустит альбом, кто быстрее выпустит клип, там и так далее. Такие вот шаги были. Поэтому, да, какие-то у нас... Да, вот с альбомом 3 мы тоже немного, немного затянули, но все равно как-то все получилось достаточно гармонично. У нас нет такого вот чувства, что, ну вот, блин, надо было что-то раньше сделать. Ну да, сейчас и нет такой просто движухи, как была раньше, в те времена. Сейчас кто играет, тот играет. Ну, кстати, я все равно считаю то, что вот этот альбом 3 вполне свежий. Допустим, вокальную партию и текст на песню Цепи, сколько она была придумана за неделю до записи песни вокальной? Да. До записи вокала. Пару месяцев назад где-то она была придумана. Да, да, то есть из-за этого очень свежой. Кстати, что интересно, когда ты песню придумываешь полностью на студии, по сути, никогда не играешь ее вживую. Мне почему-то кажется, что получается как-то более интересно это все сделать. По одной простой причине, потому что на студии ты можешь позволить себе немножко больше, чем вживую. А после этого, когда ты начинаешь исполнять эту песню вживую, ты начинаешь расти как музыкант, чтобы дотянуться до того уровня, на который ты ее записал. Чтобы реализовать ее так же хорошо. Ты стараешься? Да, одно дело записать, а другое дело потом еще исполнить. Да, да, да. Проблема многих, на самом деле, молодых команд. Очень круто. Сумасшедшие барабаны набьют на компьютере. В итоге на сцене обсираются. Да, ну вот, кстати, интересную тему затронули по поводу того, что в 2006-2007 была какая-то волна Metalcore. Это было актуально, это было свежо. И всем это заходило. А вот как ты считаете, сейчас в 2016 году есть какая-то актуальность, какая-то волна, что-то такое? Я могу сказать следующее. То есть, во-первых, здесь еще один вопрос, для чего мы вообще собрались и начали играть вновь. То есть, это абсолютно не связано с ситуацией, скажем так, на нашей андеграунд сцене. Мы, честно говоря, особо даже не знаем вообще, что там сейчас происходит. Познакомились впервые с питерскими несколькими коллективами, пока что заочно, потому что вот Core Club и Сергей, создатель этого паблика, взялся за организацию нашего концерта в Санкт-Петербурге. До этого мы не слышали вообще никого. Вот, то есть, сейчас у нас какая-то ситуация иная. Да, во-первых, мы все такие женатые люди, у нас дети, да, мы за этот период просто так даром времени не теряли. Вот, переженились, нарожали детишек. Лишний вес набрали. Да, лишний вес набрали немного, чему мы, на самом деле, несказанно довольны. Мы занимаемся этим сейчас, потому что нам просто хочется играть. Мы это делаем. Вы особо не анализируете, что там вокруг происходит? Конечно, анализируем. Пока особо нет, потому что, ну вот, как-то, блин, ну что-то и нет никого особо. Нет, ну есть там несколько команд, да. Я так могу сказать, вот мы, когда пытались найти команды для концертов в Москве, я могу сказать то, что в Москве это проблема. Реально проблема подобрать себе качественные команды, более-менее известные, или которые там давно выступают, примерно в одной стилистике. Мы не брали там, вот найдем мы металлкор, если бы мы искали металлкор, мы вообще бы никого не нашли, по большому счету. Ну или просто мы не знаем никого, да. А так это, ну, действительно проблема. У кого-то там кто-то пишет материал, у кого-то барабанчик, да, ушел, они ищут нового, кто-то в туре. То есть по всем старым знакомым, ну вот удалось, вообще, мастодонтов российская альтернатива. Да, ну то есть обойму собрать тяжеловато, да? Тяжеловато, да. Тяжеловато. Ну в туре это в лучшем случае, скорее всего, этих групп просто нет. Они находятся тут тоже то ли в отпусках, то еще в чем-то. Говорят, это связано с тем, что сейчас на концерты не приходит никто, может с этим, я не знаю, такую музыку перестали слушать. Мы играем в первую очередь, я могу сказать вот про себя, я играю для себя в первую очередь. Не для людей. Очень приятно, безумно приятно читать отзывы о том, что мы делаем. Безусловно, я этого не скрою, да. Но основным двигателем является наше собственное желание, не отклик какой-то публики и так далее. Вот это вот тоже различие некое есть, да. Потому что у нас сейчас такой спокойно, абсолютно такой продуманный, ну продуманная вот такая сосредоточенная работа идет, да. И мы не гонимся куда-то, не смотрим, не оглядываемся. А, там у этих альбом вышел, там у этих клип, там давай-давай скорее. То есть мы как-то вот находимся, шоры на глаза одели и работаем над тем, что нужно. Поставили определенные цели, там записать альбом, да, там выпустить его на лейбле, там. Сейчас стоит задача подготовиться к презентациям отлично. Мы будем очень рады, если, ну вот то количество народу на наших концертах, оно будет, ну скажем так, ожидаемым, да. Потому что хочется угореть вместе, давно не играли, давно не угорали таким образом. К тому же цена билета, она более чем низкая, и мы хотим вернуть отчасти времена, скажем так, табулы расы, да, концертов по 50 рублей. Ну сейчас это не 50, это 200, 200-300 рублей, но в любом случае это не те деньги далеко. Поэтому надеемся, что, ну как бы, концерты пройдут при классной поддержке, вот, и мы всех ждем, да. Потому что играем мы для себя в первую очередь, да, но творчеством своим хочется делиться. И очень приятно видеть вот этот фидбэк весь, который идет. Это придает нам новых сил, уверенности, все-таки питает нас естественной энергией, вот. И мы будем идти дальше, работать. Будем, конечно, мотивировать очень сильно. Да, приятно вот после того, как состоялся релиз, да, мы палим периодически какие-то отзывы, ну и ребята пишут сами, еще где-то там пишут. И мы все это наблюдаем. Некоторое время мы были в неком замешательстве и… Где негатив? Да, то есть мы не увидели практически ни одного негативного отзыва. Нас это, честно сказать, ну, вначале очень насторожило, потому что… Да, может кто-то ночью потирает там комментарии. Ну, никому не говорит. Просто такого за последнее время мы не припомним, да. Любая группа абсолютно там, и достойный материал, и, может, не очень достойный, везде срач начинается. Особенно на, скажем так, прогрессе в пабликах, да. То есть это само собой. То есть выкладывается новый какой-то клип или еще что-то, и начинается срач просто через одно сообщение. В данном случае что-то нас насторожило, мы ждали, ждали, выжидали. День, два, три. Раз еще где-то отзывы пошли, еще где-то там. Ну, ни одного. Ну, есть там… кому-то обложка не очень понравилась. Кто-то сказал, один человек сказал, что тотем уже не тот. Но он прав абсолютно, потому что действительно не тот. Мы повзрослели, но это новый альбом. Вот, он не тот, что был раньше. Да. Поэтому зачитывать этот коммент как негативный, ну, тоже нельзя. Да, блин, где негатив? Ребята, где срач, блин? Давайте срач. Ну, может, сейчас люди посмотрят интервью, что они напишут. Ну, главное, чтобы это было аргументировано. Ну, да. Нет, приятно, безусловно, очень приятно. Потому что мы вот такого не ожидали. Спустя столько лет, да, спустя 9 лет выпустить новый материал, и когда люди пишут о том, что они даже не подозревали там, что у России есть такие команды, которые, в принципе, можно слушать и не блевать. Ну, такие комменты приятно слушать, читать. Ну, тут два варианта. Тут два варианта. Либо негатива нет, потому что понравилось, либо негатива нет, потому что просто пофиг всем. Пофиг? Да. Посмотрим в комментариях к этому видео, да? Ну, да. Все-таки, какой вариант. Посмотрим на концерте, насколько люди все-таки проявят интерес, придут посмотреть на презентацию. Ну, давай. Так, ну, может быть, еще отдельно как раз про концерты поговорим. Мы немного сказали об обоими, соответственно, команды, которые с вами в итоге будут играть в Москве и в Питере. Может, по паре слов они скажете? Ну, что касается Москвы, это мастодонты нашей тяжелой сцены. Это группа «Хостайл Брид». Отцы, основатели просто металла в России. Ну, вот. Мы обратились к ребятам, просто вот начали когда заниматься организацией. Вытащили из преисподней. Нет, они как бы сами вытащились. То есть, команда в сборе, ребята играют. И я очень надеюсь, что на концерте 28-го они презентуют как раз свой новый сингл, который, по всей видимости, они уже либо записали, либо вот-вот-вот должны начать. Я с Димой буквально вот завтра-послезавтра спешусь по этому поводу. Вот. Это группа «Хоман Девайс». Непосредственно Никита с ними общается. Тоже ребята… Ребята уже играют. …из того времени примерно. Тоже там году с 2005-го, по-моему, ребята играют. Тоже недавно выпустили сингл. Нам приятно, что ребята составят там компанию. И открывать концерт будет Дженни Хансен. Это человек, который находится рядом с «Тотемом» достаточно давно. Это автор многих текстов, во-первых, к альбому «Мир, где можно все». О чем мало кто знает, да. Женя в этом альбоме помогла нам с электроник-версией самой популярной, как оказалось, песни с альбома «Люди севера». На наш взгляд, он получился достойным весьма. То есть нам нравится то, что вышло. И Женя откроет этот концерт своим электронным сетом. Вот. Что касается Санкт-Петербурга. Там получилось так, что концертом занимается непосредственно вот «Корклаб». И ребята в теме по полной программе. Значит, они пригласили несколько команд. Ребята после некоторого времени раздубий согласились. «Контус Икс». Кстати, на самом деле довольно известная группа. Да. Потому что они ездили в 13-м году в Германию на «Вакен». Да. У меня тоже, я увидел название, логотипы. Какие-то были ассоциации такие западные, европейские, что что-то… Нет. У ребят очень качественный материал. То есть играют они очень круто. Поэтому, я считаю, одна из просто ведущих групп сейчас в Питере. Ну и в России, наверное. Да, да, да. Хотя, да, сейчас уже нельзя так говорить то, что прям в Висере… Да, в России. Потому что, ну, ребята очень достойные. Я смотрел живой концерт с «Вакена», как они представили. Очень круто. Просто очень круто. Они тоже… У них какое-то время… Они искали вокалиста. От них уходил вокалист. Но потом в итоге он вернулся. И они вот тоже, считай, получается вот с этого года… У них недавно, кстати, сингл вышел. Они прям подряд выпускают синглы. Мне казалось, там даже на афишке что-то написано, что они будут презентовать. Да, да. Там будет презентация очередного сингла. Еще две команды. Я послушал ребят. И у той и той группы есть клип. Кстати, мне тоже очень понравился материал. Группа, с которыми мы будем выступать вместе. Да, там действительно материал разнообразный. И достаточно интересный. Я уверен, что и сейчас существуют группы, которые играют практически одно и то же. Когда невозможно отличить одну команду от другой. То есть, ты включаешь, все песни звучат как одна. Ну, то есть, это, на мой взгляд, тупое копирование абсолютно западной популярной какой-то музыки, которая только появляется. И все начинают активно все это дело под копирочку сдирать и играть одно и то же. То есть, ну, как-то вот… Я, кстати, еще заметил, что сейчас вообще какой-то период, когда старые группы, которые вроде как ушли, восстают из пепла. Я недавно вышел. У «Бритвы Акама» альбом. Альбом вышел. «Ругер» тоже, по-моему, тоже. Да, «Ругер» что-то. «Ругер» играет что-то. Они, по-моему, туда не уходили. Не, ну «Ругер» да. Просто «Планктон» выпустили альбом. Тоже это… Я уже даже не помню, когда слышал их последний раз. У меня группа ассоциируется с временами, когда была такой мясорубкой с сайта. Да, да, да. Да, да, да. Вот именно. В этом присутствует некая волнообразность. Я достаточно давно служил тяжеляк. Вот могу уже анализировать. Да, я начал слушать тяжеляк там с конца 80-х, там с начала 90-х. То есть стоял у истоков там рождения, скажем так, всяких там команд. Детовых там, грайнкоровых и так далее. И вот волна длиной в 4-5 лет в среднем где-то она идет. То есть идет наплыв адский, потом бах, все начинают стричься. Вот. Все начинают там заводиться семьями и так далее. И потом через какое-то время опять возвращаются к музыке. То есть кто-то опять начинает ее слушать, кто-то опять начинает ее играть, да. Вот. Потом опять забрасывают, опять проходят какое-то количество лет. То есть вот некую волнообразность в этом я заметил достаточно того. Как бы мы всегда на связи, насколько это возможно, да. И встречаемся иногда и гуляем. Когда вы выходите за предговорационной базой, вы не перестаёте общаться? Не только это вас связано? Не только. Не только музыка, да. То есть мы связаны уже каким-то образом и по родственной, если можно так сказать, линии. Ну, в итоге, как мы взяли-то, искали вокалиста, искали, искали, искали. Не помню даже, были какие-то варианты или не было. Помнишь? Ну, разные были. Ну, что-то какие-то, да. То есть, в принципе, серьезно ничего не было. Вы что, даже слушали кого-то? Я правда даже не фигурус. Нет, по-моему, мы даже не. Кого-то предлагали нам тоже. Вот. Но так в целом не дошло, да. Конкретно ничего вообще не было, да. И вспомнили, что есть Никит Баткат. Вот. Думаю, дай-ка я ему наберу. Что он вообще сейчас делает? Вроде ничего не делает. Вот. Ну, созвонились. Опять-таки. Пообщались и попробовали. Еще раз попробовали, потом еще раз. Потом еще раз попробовали. Вот. Да. И вроде все, начало получаться. Ну, по-моему, за пределы репетиционной базы. Мы все пять лет, когда мы не играли, все общались. Кто-то даже родственными связями успел. Единственное, что я только не покидал музыкальную сцену. У меня ни семьи, ни детей не обзавелся. Даже с панками успел за эти пять лет поиграть. Так получилось, как бы. А может, расскажешь, с какими панками? С панками, с группой Терпенкот. Вот. На старости лет в связке с Фургеном, с Музолеем поиграл. Это весьма странно. И даже на этом концерте был бяжка-гитарист Рианима. Я подумал, что от этого человека просто не скрыться нигде. Он просто присутствует везде. В Максе жизни. Сейчас заходишь, сходить папсу русскому послушать? Там бяжка. Бяжка, да. Бяжка сейчас в серебре. Ну, просто, во-первых, они с Дэном соседи, друзья с малолетства. Во-вторых, Рианима играла с нами на одной базе с тотемом в соседней комнате, где сейчас Олимпия находится тоже. Там порядка одного года, да. В-третьих, Бяжка даже принял участие и в тотеме в самом. Он играл несколько месяцев в составе вот в одном из... В конце восьмого года. Да, в конце восьмого года. То есть мы даже успели поиграть и сыграли несколько концертов. Поэтому, ну, как-то... Ну, я с Рианимой играл там одно время. Да, Макс играл с Рианимой тоже на басу. Поэтому пришел поиграть панк и там бяжка. И там бяжка, то есть. Пожалуйста, везде этот человек. Фургенов. Да, бяжке привет огромный. Мы, кстати, виделись недавно, буквально недельку назад. Вот во враге в Матвеевке открывали сезончик. Да. Ну, вот мы еще начали говорить в целом в какой-то момент о таких тенденциях в тяжелой музыке. Как вам вообще новая какая-то вот эта волна, когда группы стали больше дискотек, электроники, метальные группы стали в свою музыку внедрять? Ох, это больная тема. В России есть такие примеры, в Британии есть такие примеры. Ну, на самом деле, честно говоря, это же делается для чего? Для популяризации своей музыки, чтобы не только суровые метальные парни там слушали, а чтобы там и девушки как бы ходили на концерты, да, чтобы просто альбомы лучше продавали. Сейчас тенденция, она очень хорошо, особенно там, те же Wildways выпустили альбом, да, где очень много электроники. Да, кому-то это нравится, кому-то это нет. Мне вот лично это не очень нравится, потому что я считаю, что метал должен быть металом сам по себе. Вот для меня очень... Может они не считают, что это метал. Ну да, может они и метал выбирают сейчас. Ну понятно. Вот мне, кстати, из нового, вот что мне очень нравится, это альбом Гризли, No Snow Remorse. Просто вот, 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 вот как должна музыка звучать. Да, но там электроники, мне кажется... Вообще нет, да, там нет электроники, я про это и говорю. Вот, действительно, вот для меня это, наверное, один из лучших релизов, как, 15-го года. Да, в принципе, мировое то, что я слушаю, очень нравится. И никакой электроники. Класс. Ну, а у вас все-таки что-то там так аккуратненько есть, какие-то, да, подписанные штучки? Очень аккуратненько. В основном это касается трека под названием «Бриз», то есть потому что он такой медленный, спокойный, такой эмбиент. Вот. Он подразумевает под собой электронику, то есть априори вообще она там должна быть. Что касается других вещей... В «Людях Севера» большего, в принципе, подкладываем. Да, в других вещах, ну, нельзя сказать, что она там превалирует над живыми инструментами. Тем не менее, для того, чтобы как-то по аранжировке, чтобы оно все гармонично вот звучало, почему-то вот приняли решение, что что-то нужно добавить. Но это далеко не та электроника, о которой, наверное, вот звучал вопрос. Я понимаю, о чем идет речь. Вот. Ну, я лично оставляю это на суд, скажем, вот этих вот комментаторов и так далее, кто сидит в сети там и пишет вот эти всякие отзывы. Ребята делают материал, люди слушают, качают альбомы, играют концерты. Да ради бога, блин. Все круто. Делать им узло самое разное. Останется на плаву достойнейший тот, кто действительно пишет что-то самобытное. А слушатели много разных. Кому-то нравится металл, кому-то нравится там новый материал какой-то группы, да, которая отошла от металла, начала играть что-то более легкое. Не знаю, я не испытываю по этому поводу, скажем так, какого-то негатива там. Да делайте все, что угодно там. Ради бога. Мы делаем свое дело. Вот. А другие группы там, ну, критиковать их за это. Я наоборот рад, что кто-то играет, кто-то что-то делает. И пусть он кого-то даже копирует местами, и пусть даже кто-то там использует там много электроники, я не знаю, это все равно круто. Потому что они занимаются творчеством, они что-то создают. Ну, дай бог, чтобы это так было, да, чтобы это не было там под копирку один в один снято, да, а действительно вот вкладывали свою душу в это, да, свои мысли и создавали вот что-то новое. Это круто. Окей. И я вот вчера лазил по вашей группе и увидел у вас там мерч достаточно прикольно нарисованный. Может расскажете что-то? Это непосредственно уже к альбому делалось или это просто как-то мерч группы? Ну да, вот этот мерч новый для нас сделал Виталик Гладкий. Он свежий, да? Абсолютно. Абсолютно. Да, вот сделал Виталик для нас новый мерч. Шикарный, я считаю, абсолютно свежий, футболки в принципе уже готовы. Скоро мы, наверное, напишем, ну будет у нас пост в группе, да, так что можете спокойно заказывать. Не знаю, я считаю, дизайн очень хорошо получился. Конечно, живые бы их, я их еще лично не видел живые, как это будет. Ну, отошли мы от логотипов. Обычно мы всегда делали логотип тотема на мерче. Вот сейчас от этого решили отойти, просто сделать такой по хардкору, такой минимализм. Ну да, и при этом к обложке альбома тоже особо привязки никакой нет, мерчи, да? Ну да. Там замечено три мяча, вот, то есть три все-таки присутствуют. Птица тоже присутствует, то есть в принципе аналогия какая-то. Я думаю, Виталик, когда делал этот дизайн, он все-таки как-то где-то все-таки… Бежал в голове, да? Да. Вот, ну он нам на самом деле, он просто говорит, ребят, ну логотип ваш, он не вяжется немножко сюда, давайте сделаем вот так. Ну такие, окей, давай. И он достаточно быстро сделал, вообще респект ему тоже огромный за оперативную работу, потому что он нам безумно помогает во всяких моментах, то есть это касается и афиш, и еще чего-то, и аватарок на iTunes, там очень много всяких моментов вот таких, и Виталик. Оперативным образом всегда нам нужна футболка, да? Не прошло сколько и двух дней, наверное, да? Он нам один вариант, потом бах, все окончательный, там, я вот это здесь подправлю, все готово. Бах, футболки напечатаны, в понедельник, вторник мы откроем предзаказ, на концертах они тоже будут продаваться, вот, компакт-дисков нового альбома, к сожалению, наверное, все-таки не будет, но новый, новый мерч продаваться будет, он обязательно будет. Да, и к тому же сейчас мы разыгрываем еще по репостам одну футболочку. Про разговор, спросите. Да, вот. Футболка, да, будет? Да, будет футболка, будет один билет на концерт, вот, это один человек получит и билет на концерт, и футболочку, вот, какая ему больше понравится, либо серую, либо черную. Вполне возможно, что совместно с новым RC-радио мы замутим тоже что-то интересное, и разыграем тоже несколько каких-то ништяков, да, в виде не просто билета на концерт, а, скажем так, проходки с группой за сцену, то есть, ну, какой-то тусач перед концертом, может быть, ну, какое-то общение после выступления тоже, то есть, будет возможность там постоять на сцене в этот момент, а не рубиться в зале, но там как уже, как этому человеку будет угодно. Да, отлично. А по городам, то есть, в данный момент, ну, будете презентовать в Москве и в Питере остальные города, то пока нет какого-то четкого там предложения подходящего, или вам просто не хочется ехать куда-то? И вот, честно, я могу сказать самое главное. Ребята, зовите. Три сети организаторов, зовите, мы приедем. Проблема тут как бы не в том, что мы не хотим ехать. Ну, были же варианты. Да, были варианты, да. Просто хотели как-то более-менее как-то вместе это совместить. Вот, Псков, да? Да, ну, у нас было пару вариков абсолютно нормальных, потом в итоге мы решили, что мы отложим эти концерты на некоторое время. Вот, у нас есть наш любимый город Псков, в котором мы играли много раз, и привет Пскову, мы обязательно к вам приедем. Вот, и зажжем, был город Тверь еще, но по датам там вот были такие вот небольшие несрости, поэтому мы решили, будет Москва-Питер без распыления сейчас, да, потом мы поедем, насколько это возможно, по регионам, да, в связке там по два-три города, мы будем делать такие выезды точные, и это обязательно случится, только вот решим, когда это будет. Либо, может быть, даже летом, либо, может быть, в новом сезоне, начиная с сентября. А так вообще, на лета какие-нибудь строятся планы, там, с опен-эйрами, может, какие-нибудь фестивалями? Да планы-то они есть, но дело в том, что касается фестивалей, сейчас там присутствует сплошной говнорог, как правило, вот. То есть, и ситуация вот изменилась еще в корне, потому что раньше были, скажем так, ну, были ссылки… То есть, у вас есть какие-то, ну, то есть, принципы, просто кому-то, допустим, они за любой движ сыграть, ну, будет народ, как бы, и хорошо, а вам, то есть, ну, западло с каким-то крупным движением? Нет, нет, я не к этому говорил, не потому что западло, потому что сейчас, во-первых, я говорю, подать заявку на некоторые фестивали невозможно, потому что отсутствует, в принципе, такая функция. Они набирают состав сами, то есть, каким образом это происходит, я примерно знаю, да, потому что я тоже в этом деле достаточно давно, там все окучено, вот, неплохо, и, конечно, вот, то, что мы видим там на афишах, в принципе, вот, если взять все фестивали по России, там будет присутствовать вот одна связка, которая будет… Там 80%? Да, да, одни и те же команды, они будут играть и на «Нашисти», они будут играть и на «Мото Ярославцы», они будут играть и на «Доброфесте», они будут играть и «Рок над Волгой», и так далее, вот эта связка, она везде будет присутствовать. Я не хочу сказать, что нам впадло с ними играть, нам оборот, круто было бы там выйти и зажечь со своим узлом, и к тому, что туда невозможно вписаться практически сейчас. Раньше была такая возможность, то есть, раньше, когда-то, вот, в 2008 году нам удалось там выйти даже на «Нашистие» мы отыграли, причем отыграли очень крутой концерт, и после этого, спустя там пару недель пошли предложения даже там из Владивостока откуда-то, то есть, люди, которые присутствовали на фестивале, они нас увидели и начали писать, то есть, для продвижения какого-то сыграло очень такую положительную вот роль. Вот, сейчас такой возможности нет, почему-то, я не знаю. Да и, в принципе, вот, смотря на афиши летних фестивалей, я нигде не вижу действительно команды, которые представляют андеграунд сцену, да. То есть, все это уже некий такой мейнстрим, да. У нас даже там тот же панк-рок, который там еще лет десять назад, он был как бы вроде бы такой вот тоже полуподвальный, такой подвальный. Вот. То есть, сейчас это тоже стало таким неким мейнстримом, да. То есть, группы играют огромные концерты, там собирают по тысячу, по две, по две с половиной тысячи народу, да. Я не буду... Это круто. Да, это круто. Я не говорю, что это плохо. Я говорю просто, что отсутствует, вот конкретно андеграунд, он отсутствует и возможности, вот, про радиостанции-то я молчу, что раньше, что сейчас такая же ситуация, вот за исключением... За редкими исключениями. Да, за редкими исключениями, вот, за что мы, естественно, благодарны. Вот. А что касается вот фестивалей и крупных вот таких вот движух, там вот этих групп нет и возможности попасть туда тоже нет, наверное. Но все-таки, учитывая ваше там сотрудничество с Юзом, возможно, что-то это выльется. Может, ну, вот по поводу этих приятных неожиданностей я не говорю. Мне кажется, у нас нельзя назвать, может, такой совсем уж андеграундной группой какой-то. Ну, вот я говорю, это вот те самые приятные неожиданности, возможно, которые потом появятся. Если получится, конечно, мы будем только рады. Да, то есть это там сыграть на нашествии на том же самом. Господи, блин, у меня в три ночи разбудят, скажут в 7 утра, приезжай, будем играть, без проблем. Да, тут вопрос в том, что самое главное попасть туда. Надо понимать, что, опять-таки, у нас вот сейчас тот период, когда, то есть та молодость и то детство, которое там играло где-то, ну, скажем так, в задницу у кого-то, да, вот, ну, я думаю, что у нас оно немного прошло, да, потому что вот цель там, там, мы хотим сыграть на нашествии, там, да, ну, нет у нас такой цели. Было бы круто это сделать, безусловно, но, скажем так, ставить вот именно вот эту цель, там, сыграть там на этом фестивале и там вот разбиться просто в лепешку, да, вот такого уже нет. Будет возможность, вот, мы обязательно ее используем, мы обязательно будем играть, да, потому что все-таки мы знаем, что там есть люди, которые хотели бы нас увидеть, и мы это видели на предыдущих концертах, на предыдущих фестивалях. Очень жаль, конечно, что похерен фестиваль MHM Red Aller, очень жаль, потому что это была очень крутая такая движня на берегу моря, сцена, и люди, которые это делали, они были настоящими металлистами в душе, да, и это делалось, я знаю, абсолютно точно, на энтузиазме голом таком, возможно, они попадали там на бабло с там, и, может быть, не маленькие, но люди это делали из года в год. Вот таких фестивалей очень жаль. Почему он исчез? Вот, я не знаю. Я, честно говоря, не вижу замены. Вот в прошлом летом Крымфест когда был, тоже провалился. Нет, но Крымфест совсем другая тема. Ну да, но там, скорее всего, из организаторов все это дело провалилось. Да, потому что состав там очень неплохой был. Жалко, там еще половина группы просто не поехала потом. Наверное. Началось, да. Наверное. Ну, это их забота. Почему-то в России у нас до сих пор нет людей, которые взяли бы на себя такую миссию делать какой-то метал-фестиваль. И я не припомню, чтобы такое было даже. Ну да, но все только самим, мне кажется, собирать обоими какие-то. Ну что, не будем вас, наверное, отвлекать сильно и утомлять его после репетиции. Давайте, наверное, тогда пожелаем людям, чтобы они пришли в Москву, в Питер, следили за анонсами. У вас в группе, может быть, насчет других городов что-то появится. Ну да, пишите, ребят, пишите, если какие-то организаторы хотят пригласить тотем в свой город. То есть контакты есть в группе. Ну, тем больше, что, мне кажется, у вас просто было затишье, потому что, ну, ничего не было. Сейчас есть информационный повод мощный, вышел альбом. И, соответственно, движ, мне кажется, должен опять как-то, все должно закрутиться. А так, друзья, конечно, приходите на концерты, будем всех ждать. Исполним как весь новый альбом. Старые хиты обязательно тоже не забудем. Все сделаем. Прям действительно вас ждем. Просто, чтобы вместе отдохнуть и угореть, как в старые добрые времена. Не буду говорить, какой год. Все, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. За то, что приехали. До новых встреч.